Очередной прием граждан в Магнитогорске провел член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Челябинской области Олег Цепкин. Это уже пятый визит Олега Владимировича в наш город, которого ждали с большим нетерпением. Цепкина магнитогорцы считают одним из самых эффективных чиновников федерального уровня. С момента его вступления в должность, напомним, это произошло 30 сентября 2015 года, в адрес сенатора поступило 85 обращений граждан, 60 из которых получили положительное решение. Прием магнитки Олег Цепкин ведет раз в три месяца. К его приезду команда помощников готовится тщательно. На встречу с ним Олег Владимирович просит приглашать как потерпевшую сторону, так и чиновников, от бездействия которых и страдает человек. Сенатор уверен, разбор глаза в глаза – самый эффективный метод решения проблем. Первыми посетителями Олега Цепкина становится начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города и пенсионерка Надежда Горбачева. В 2010 году женщина стала жертвой черных риэлторов, оставшись сыном-инвалидом на улице. Относясь к категории малоимущих, семья попыталась получить жилое помещение по договору социального найма. Однако, пока оформляли документы, их статус неожиданно изменился. Мы сначала были малообеспеченные, малоимущие. Потом на 100 рублей у нас пенсия увеличивается, стали, не стали малоимущими. Что делать, я не знаю. Магнитогорские чиновники подтвердили, пенсии сына и матери теперь действительно выше прожиточного минимума. И выход из этой ситуации один. Самый верный путь – это обратиться в судебные инстанции. А судебная практика предоставления жилых помещений данной категории граждан уже есть. Самое сложное – это не потеряться, кому что писать. Подскажите, что именно там написать, позвонить там, если куда нужно. Если сейчас нужно, мы можем сделать мое обращение на прокуратуру в рамках этого приема. Личного участия сенатора не требуется, уверены представители администрации города. Однако Олег Цепкин предлагает пенсионерке решить все это с чиновниками сразу после приема, попросив Константина Чешева пока задержаться. Следующий вопрос – хозяйственный спор между компанией-застройщиком и гороэлектросетью. Первые построили в черте города поселок. Вторые отказываются выполнять данные ранее обязательства по его освещению. Мы обратились в гороэлектросеть, почему такая ситуация у нас происходит. Гороэлектросеть, значит, там сказал, что вот на 16-м году это не получается сделать, потому что у нас нет денег. Договор предполагает оплату по факту выполненных работ, а денег на закупку материалов действительно нет, подтверждает специалист гороэлектросети. Но все же делается элементарно, недумевает Олег Цепкин. Вы провели торги, выбрали, неважно, кто-то там выиграл, какой-то поставщик. Вы у них закупаете материалы. Не скупаете, они сопоставляют, да, сразу же четыре месяца. Вы четыре месяца делаете работу, получаете средства от заказчика и этими же легами перегоняете, и как раз в четыре месяца там примерно пройдет поставщику материалов. То есть, в принципе, график такой можно выстроить. Олег Цепкин уверен, эта ситуация не требует вмешательства сенатора. Все необходимо решать на местном уровне. Однако личный контроль за исходом дела с его стороны все же будет. Вот так сообща, удается найти решение многим вопросам. Однако домашнее задание с собой Олег Цепкин все-таки увозит. Оно касается дополнительных рейсов из Магнитогорского аэропорта. У нас, как вы знаете, рейсы, это всего-то вот в Москву летают два рейса, если регулярных, и практически все. В постсоветских годах мы знаем, что были рейсы у нас регулярные. И в Екатеринбург были рейсы, и вот, по-моему, в Пермь, Оренбург, ну вот в разные годы. Сейчас этих рейсов нет, а потребность есть. По словам Олега Цепкина, может потребоваться вмешательство Совета Федерации. И хоть быстро вопрос не решится, в том, что исход дела будет положительным, сенатор не сомневается.